Не зная брода, не лезь в воду. Это не про участников автопробега. Даёшь синхронный заплыв. Небольшое отличие от Костоярской. Здесь можно купаться с утра. Поправочка уже с рассветом. Физической нагрузки на длинных перегонах нам всем очень не хватает. Но только мужчины смогли встать на зарядку ещё и без будильника. Приобрели спортивный синдром. Этот город, как говорят чиновники, станет жемчужиной чемпионата мира по футболу. На окраине территории бывшего радиозавода Самары, в 30 километрах от центральной набережной, и днём и ночью идёт строительство нового стадиона. Кипит работа на великой стройке, арене, получившей условное название «тарелка» или «полусфера» за космическую форму и стоимость объекта под стать конфигурацией почти 20 миллиардов рублей. Этот стадион станет третьим по величине после лужников и зенит-арены. Вся сложность и архитектурная изюминка этого объекта как раз в крыше. Внутри болельщикам будет казаться, что купол парит сам по себе. На самом деле его установят за внешние опоры, а эти временные конструкции, столпы, которые мы видим, уберут. Сборка верхней части стадиона радиальных консолей с вылетом ведётся восемью кранами-небоскрёбами, которые обычно задействуют на нефтяных платформах. Максимальная высота купола составит 60 метров. Площадь больше 10 футбольных полей. Согласно проекту, спортивное сооружение «Мондиале» разделят на 4 сектора. Проектировщики предусмотрели для каждого отдельный вход, туалеты и кафе. Под трибунами стадиона расположится помещение для спортсменов, фойе для зрителей, служебные помещения, коммуникации. Сейчас стадион готов на 80%. Ускорим график возведения. Такой уникальный по архитектуре объект строят жители всей страны. И мисквичи, и самарцы, и казанцы со своим универсиадным опытом. И, конечно, красноярцы не смогли остаться в стороне. Мы приложим кругу к возведению внутреннего помещения на стадионе. Теперь стены точно помогут российским футболистам. Здесь пройдут 4 игры группового этапа и 2 матча за выход в 1-8 и 1-4 финала. И, конечно, поддержка болельщиков. Сфероид вместит 45 тысяч футбольных фанатов. После турнира на нем поселятся местные крылья советов. Легендарный клуб, который сейчас возглавил бывший наставник красноярского Енисея Андрей Тихонов. Россия чемпион! Россия чемпион! Кажется, вся жизнь Самары крутится вокруг футбола. Год до старта, а мы репетируем, болеем за сборную. На интерактивной выставке, где автокрасноярцам и мэру Самары демонстрируют научно-спортивный потенциал по Волжье. Наводишь планшет и оказываешься в атмосфере Мундиаля. Готовый стадион с ревом трибун. И вот на поле мирового чемпионата Геннадий Алексеевич. Смотрите, чуть-чуть в ту сторону, как будто на футболиста. Реальность немножко дополненная виртуальностью. Даже девчата под впечатлением. Стадион, его макет очень интересный, 3D. И играть в настольный футбол, это было очень интересно. Я окнула с детства. И тут же мэр приглашает сибиряков на камеру, обещает теплый прием. Город живет очень напряженным ритмом. В очень хорошем режиме мы работаем. У нас ремонтируются тепловые трассы, у нас строятся дороги. У нас, конечно, строятся спортивные объекты. Вы сегодня посетили, посмотрели стадион Самара-арена, который, мы надеемся, будет назван космос-арена под завершение чемпионата мира 2018 года. Потому что город неразрывно связан с космической тематикой. Я уверен, что мы достойно подготовимся и примем всех гостей, которые захотят приехать в наш город. Темп подготовки мы действительно успели ощутить. Везде ремонт. Чтобы не стоять в пробках, идем пешком к самым популярным среди приезжих маршрутам. Мимо легендарного Жигалевского завода, по центру Самары. Ее террасное строение придает городу особый архитектурный шарм. Вроде Красноярск тоже находится на склонах, но архитекторы, застройщики наши красноярские, не занимают ровные площадки, а склоны у нас пустуют. Здесь же люди не боятся и от реки изначально, как строилось на склонах, так это все строится. Красиво, прикольно, передвигаться чем-то напоминает, я не знаю. Это тот же Сочи. Часть из нас продолжила идти пешком, остальные сели в трамвай. Красно-белые – местная достопримечательность, выдержавшая вековое испытание. Выходим у бункера Сталина. По терминологии того времени – объект номер один. Рассекречен только в 91-м. Если Сталин сейчас пошел в этот пункт, то увидел то, что вы здесь видите, где ничего не сменил с 42-го года. Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича в пятиэтажном здании в самом центре города упрятаны на глубине семи этажей. В помещении множество дверей. В основном в Утофорске, чтобы не давило пространство. По этой же причине потолки выкрашены в голубой цвет, под небо. Впрочем, сам Сталин стараний для верховного главнокомандующего не оценил. Ни разу в Самаре не был и в своем убежище тоже. Выходим из подземелья и идем к набережной. Жителям города на Енисей, да не прокатиться по Волге. Желающих, как мы, целая палуба быстроходного судна. Полюбоваться видами прибережной зоны Самары довелось полтора часа. За это время успели и пофотографироваться, и тут же в социальных сетях поделиться впечатлениями, благодаря надежному партнеру пробега компании «Мегафон». Помимо фотосессии устроили караоке-баттл. Грузим тексты и соревнуемся с такими же туристами за звание самых поющих. Волга, течет река, Волга, течет река, Волга, конца и края нет. Россия, моя Россия, от полки да и сей я. Выступление прогулки на этом заканчивается. После отдыха в отеле прощаемся с Самарой на символичном сейчас для города плане – стройтехнике. Самара пока! Едем в вороне! Наталья Винокурова, Сергей Камашев. Новости. Генеральный партнер автопробега «Красноярск-Северный Кавказ» – «Новоангарский обогатительный комбинат». Телеком-партнер проекта – компания «Мегафон». Надежная связь автопробега.